Я здесь срочно поручила субтитров к этой степени, а я поручила уже провести уже бюджетное расследование и посмотреть, куда все делать. Но это помимо того, что мы, естественно, обратились в прокуратуру. А вообще-то, например, жизнь прокуратуры в полицию, а вообще вот это письмо, память написано, то есть это все официально. Вот, а я не знаю, у вас, там вы с вопросами делали, мне даете, что это такое, поэтому я не принимаю самостоятельно работы. Для этого не есть дельфонзор, который принимает эти работы и считает. Поэтому я не знаю, я не знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, по 700 или 1800 сейчас. Я понимаю в чертой цифре, что у меня последовательный плачет, но в случае, если в этом сфере есть его употребление, то, соответственно, нужно разбираться, в том числе и с правоохранителями. И тот, кто этого употребления распрощенствует, должен отвечать однозначно. Такая же ситуация у меня сейчас по Садовой, по которой не доплачено 2 миллиона пыли, и никогда не заплачу. В случае, если подрядчикам не будет у себя на работе качественно, потому что там, вы знаете, ситуация, в Садской, в Непольской, проблемах должно быть. Но эта проблема не оплачена и не будет оплачена, если не все его установили. Такой же вопрос, как я говорю, Александр, я найду методы в миллионе гривен не доплачено на эти санкции проверить. Слышите, пожалуйста, а вот почему вы не доплатили миллиону так так получилось? Ну, вот на отчет, если сейчас возьмем годовой отчет по бюджету, мы увидим, что этот миллион выплатил по этому санкции. Нет. Да, 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 и по этому санкции не выплатил, но он платил. Какая-то у нас в ее долг, началась с цифрой, по-моему, 2-7 миллиона гривен. Да. В процессе того, я не помариваю, я говорю, какая-то была снизка. По факту заплатили, провели круто миллионов, и миллион не оплачен. Вот и вся история. Почему они оплачены? Это не могли заходить, какие-то были рассаждения с темнотуром по объему. Наступил кодинец года, но мы не оплатили, не были поставлены урны, не были поставлены все скамейки. Вот такое все. Ну, что касается раздела земли, я повторяю, это выполнение работы, у меня есть по этому поводу документ, поэтому мы сразу с вами говорили, мы сейчас посетяемся там, и мы решили, давай пересолжить. Правильно я понимаю? А за то, что... Стоп, мне кажется, что это назначено, я с вами сейчас, после решета договорюсь все время. Хорошо. Но хочу еще заметить такую вещь. Я хочу, чтобы было понятно. Там есть изменительники, которые вот такие, и они, если взять в целую каталогию продажную, то там это стоят только 12 грн. Ваш средний бюджет стоит 255 грн, и это тоже нужно понимать. И вообще получилось, почему она начала с выреживания, потому что нет денег. А здесь вот чисто, вот так, не на положение, но и церковь, где-то, ну, 250 тысяч, а что-то точно. И, ну, может, для вас это и не деньги, потому что вас там делят. А что касается горожан, то нет, это существенно. И я считаю, что в этом, в этой всей ситуации, в данной операции, ее есть. Может быть, мы еще и дружили, делаем, ну?